Привет, меня зовут Трэвис, и я записываю подкаст для фирмы Wompler. Сегодня мы вернемся к теме, которую уже однажды обсуждали. Это порядок педалей в цепи. Хочу сразу сказать, что здесь нет правильных и неправильных вариантов. То, что хорошо звучит для вас, это и есть правильный вариант. Тем не менее, нам продолжают задавать вопросы на эту тему, поэтому мы сегодня послушаем, как звучат в разных участках цепи хорусы, фейзеры и юнивайбы, то есть те педали, которые мы называем модуляцией. На мой вкус, хорусы, юнивайбы и фейзеры звучат лучше, когда они стоят перед перегрузами. Но сейчас я хочу вам предложить своими ушами послушать разницу между модуляцией, которая стоит до и после перегрузов, и сделать свое собственное решение. В качестве модуляции я сегодня буду использовать юнивайб от Earthquaker Devices Adapts и Wankler Plexi Drive в качестве перегруза. Давайте сначала послушаем, как звучит педаль, стоящая перед перегрузом. Вы услышите этот насыщенный, теплый, жирный звук. Вот мой чистый звук. Теперь просто перегруженный звук. И теперь я включаю модуляцию, стоящую перед Plexi Drive. Слышите, да, в звуке сохраняется вот эта нижняя середина, и мы получаем очень теплый тон. Давайте теперь попробуем поставить педаль модуляции после перегруза и послушать, как это звучит. Итак, сейчас я просто поменял порядок педалей. Настройки остались прежними. Давайте послушаем, как звучит Plexi Drive. Сейчас я добавлю модуляцию, и вы услышите результат. Звук будет уже не таким большим, уже не таким теплым. Упс. На мой слух мы сейчас получили больше детализации в верхах, но при этом потеряли весь этот вкусный. И жирный низ. Кроме того, педаль стала звучать как бы немножко отдельно, то есть не настолько органично и натурально она смешивается с гитарным сигналом. Это то, почему мне нравится ставить педаль модуляции до перегруза. Надеюсь, вам это помогло. Задавайте вопросы, мы всегда будем рады помочь. Спасибо за просмотр.